Всем любителям фотографий огромный привет! Меня зовут Сергей и сегодня я вам расскажу и покажу один из своих методов обработки пейзажей. Мы с вами будем вот из такого снимка делать вот такой. Ну что, поехали? Давайте для начала включим какую-нибудь музычку. Под музыку веселей трудиться. Вот это, я думаю, пойдет. Ну что, поехали? Для обработки я пользуюсь тремя программами. Adobe Bridge, Adobe Photoshop и Adobe Camera Raw. Сейчас у меня открыт Bridge. Вот они, четыре горизонтальных снимочка. Нажимаем Enter. Запускается Photoshop. И мгновенно за ним Adobe Camera Raw. Вот так работает замечательно эта троица. Так, дальше мы соберем панорамку из этих четырех кадров. Если вам кто-то говорит, что панорама должна быть из 20, киньте в него камень. Панорама может быть даже из двух кадров. Выделяем правой кнопкой мышью. Объединить в панораму. Мне нравится, как камера RAW объединяет в панораму. Деформация границ. Замечательно. Так, посмотрим. Нет, цилиндрическая форма. Мне не нравится эта снимка. Перейдем назад. Ага, объединить. Сохранить. Отлично. Вот она наша панорама. Переходим в калибровку камеры. Мне больше всего нравится камера Natural. Дальше коррекция дисторсии. Удалить хроматическую аберрацию. Активировать коррекцию профиля. Объектив определился автоматически. Бочкообразность ушла. Сейчас я поправлю гистограмму и выставлю точку черного и точку белого. Больше я ничего в камеру RAW не делаю. Так. Экспонирование. Чуть-чуть вправо. Ага. Света убираем полностью влево. Смотрите, как него заиграло. Тени вытягиваем немного вправо. Зажимаем Alt. Инструмент затемнения. И ищем точку черного. Как только появилась первая точка. Не желтая, не красная, а именно черная. Ну, вот внизу уже я вижу, вот они появляются первые точки черного. Отпускаем. Все. Теперь также делаем и ищем точку белого. Зажимаем Alt. Белые немножко тоже влево нужно подтянуть. Достаточно. Так, ну все, здесь я больше ничего делать не буду. Давайте посмотрим. Вот так у нас было. И вот так вот стало. Да, уже вроде ничего. Но я бы еще доработал. Открыть изображение. Переходим в Photoshop. Так, делаем дубликат слоя. Фильтр. Ник коллекшн. У вас нет еще до сих пор ник коллекшн. Я вам сочувствую. Это бесплатная программа от Google. Я думаю, что нужно обязательно установить. Ну, это самый лучший инструмент фотографа из бесплатных, которые есть на сегодня. Заходим в Silver Effects Pro. Для тех, кто знает, скажет, о, это же черно-белое. Не-не-не, ничего не переживайте. Мы сейчас будем работать над структурой. Нам нужен этот инструмент. У меня есть предустановленные настройки, но вы можете выбрать сами. Из библиотеки любые. Вот справа здесь есть инструменты. Можно довести до ума. Обратите внимание, что здесь самый интересный инструмент – это структура. Вот что нам нужно. Потому что мы сейчас будем выделять структуру. Вот это самый интересный инструмент этого плагина. Окей, плагин применяется. Пусть вас не пугает, что снимок черно-белый. Меняем наложение слоя на яркость. Неплохо. Давайте посмотрим, что у нас было, что у нас стало. Зажимаем Alt. И нажимаем на самый нижний фон на глазик. Вот так вот у нас было. Это уже после обработки камеры RAW. И вот так у нас стало с применением плагина от Nik Collection Silver Effects Pro. Дальше я захожу и выбираю инструмент «Сочность». Здесь два ползунка – «Сочность» и «Насыщенность». «Сочность» отвечает за средние тона, «Насыщенность» – за все цвета. Давайте посмотрим, как они работают. Насыщенность не злоупотребляем, а вот «Сочность» можно и сделать побольше. Так, смотрим. Было – стало. Вот инструмент «Сочность». Было – стало. Дальше я поработал бы немного с желтым цветом, потому что вот это вот место, здесь садится солнце. Мне кажется, что здесь желтого все-таки должно быть побольше. Заходим опять наши инструменты. Выбираем световой тон «Насыщенность». Здесь выбираем инструмент «Желтый». И сейчас смотрим только на небо. Не обращаем внимания никуда. Здесь тоже будет меняться цвет, но смотрим только на небо. И двигаем ползунок «Насыщенность» немного вправо. Вот так, наверное, достаточно. Так, теперь обратите внимание. Вот это у нас, собственно говоря, маска. Мы эту маску зальем черным цветом. Выбираем вот здесь, в этом окне слева, чтобы у вас стоял черный цвет. Вот здесь, чтобы маска была выделена. Цветовой тон «Насыщенность». Зажимаем «Альт» и «Делит». Теперь обратите внимание, наша маска закрасилась. Выбираем инструмент «Кисть». Мягкая. Сделаем значение где-то на 50. Непрозрачность. И нажатие тоже на 50. Меняем цвет с черного на белый. Квадратными скобками увеличиваем кисть. И вот здесь вот проводим. И здесь тоже. Потому что отражение в воде тоже должно иметь цвет такой же, как и небо. Вот обратите внимание, как здесь масочка меняется. Если мы нажмем на глаз, то желтый у нас в стороне заката добавляется. Теперь инструмент «Цветовой тон «Насыщенности» применим у нас только к маске. Смотрите, что происходит. Поняли, как работает маска? Отлично. Давайте мы не будем злоупотреблять. Вот здесь немножко, мне кажется, лишняя желтизна, поэтому я перейду назад в черный. Даже, наверное, сделаю 100% нажатия. И уберу вот эту лишнюю желтую краску, которая, как мне кажется. Добавлю еще такой же инструмент. Цветовой тон «Насыщенности». И теперь я хочу добавить немножко красный. Вот тут в небе кое-где красные у меня появляются цвета. А я хочу их немножко усилить. Вот обратите внимание, если на все сделать, вот они где у нас красные цвета. И заодно вот эта вот трава сухая, она тоже становится более насыщенного цвета. Достаточно. Нажимаем сочетание клавиш «Альт», «Контрол», «Шифт», «Е». И у нас все наши слои записываются на один новый слой. Теперь я добавлю немного резкости. Фильтр, другое. Цветовой контраст. Так, и давайте радиус двигаем немного вправо, пока у нас не появится очертание контура. Я думаю, этого будет достаточно. Окей. Меняем наложение на перекрытие. «Альт», «Контрол», «Шифт», «Е». Но мне кажется, что в любом пейзаже не хватает птичек. Давайте добавим сюда птичек. Делаем новый пустой слой. Ну, мне нравится вот этот вот косяк. Цвет черный, обращаем внимание. Ага, очень сильно. Большие птички уменьшаем квадратными скобками. Ну, я думаю, что если птички будут лететь вот так вот в сторону заката, это будет очень красиво. Так, смотрим, чтобы непрозрачность и нажатие были на 100%. Иначе птички будут блеклые. Так, ну, теперь что? У нас птички же, они не вампиры. Они должны отражаться в воде, да? Вот здесь вот летят птицы, соответственно, вот здесь вот должно быть отражение. Мы не зря их сделали на пустой слой, а не на сам снимок. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем, копируем наш слой. Нажимаем в сочетании клавиш Ctrl, T. Инструмент захват. Вот у нас птички. Но птички должны быть в зеркальном отражении. Еще раз Ctrl, T, потому что слетело. Правой кнопкой мыши отразит по вертикали. И вот наши птички уже именно так, как они должны быть. Отлично. Alt, Ctrl, Shift, E. Теперь хочу добавить виньетирование. И немножко доработать цвета. Возвращаюсь назад в фильтр Camera Raw. Инструмент градации серого. И он же отвечает за наши цвета. Так, выбираем синий и насыщенность. Двигаем вправо. Синий мне нравится править именно здесь, в Camera Raw. Здесь более чувствительный к цветам инструмент, чем в Photoshop. Так, давайте вернемся в основные. Посмотрим, что у нас стало с гистограммой. Сама гистограмма, обратите внимание, стала красивее. И более правильной формы. Давайте поработаем еще немного над тенями. Делаем их чуть-чуть светлее. Так, цвета. Я немного, чуть-чуть убавлю. Так, теперь я сделаю обязательно с виньетку. Проходим инструмент эффекты. Двигаем влево. Виньетка по краям наша затемняется. Ну, здесь каждый делает, как ему нравится. Ну, давайте посмотрим. Вот такая фотография была. Вот такая фотография стала. Если понравилось, подписывайся, ставь лайк, нажимай колокольчик. Я в следующий раз расскажу еще что-нибудь интересное. Ну, все, пока-пока, до новых встреч. Желаю больше интересных сюжетов, больше восторженных зрителей и побольше лайков вашим фотографиям. Нифига. Alt, delete. Что происходит-то, не могу понять. Да ешкин код. Так у нас тут вообще что, пишется, не пишется? Ага, все, запись идет. Это бесплатная программа от Google. У меня есть предустановленные... Настройки. Alt, delete. Да еб, красоты. Если ты думаешь, что такую локацию найти тяжело, то ты глубоко ошибаешься. Сделай просто, как я. Отъедь два километра от города в золотой час и ты увидишь, какая необыкновенная красотища нас окружает. Чао. Чао.